Всем привет, дорогие друзья! Спасибо вам огромное за ваши щедрые донаты. Сегодня у нас обзор на новую игру Graven. Сейчас я немножечко уменьшу звук. Значит, как вас зовут? Некросс. Так, ну что? Поехали. Добро пожаловать в Graven. Так, подождите, слишком громко. Еще поменьше давайте, вот так. Даже так громко. Окей, еще поменьше. О, в самый раз. Так, Graven это приключение, в котором вам предстоит сражаться, ориентироваться в сложном мире, решать разные задачи и внимательно читать. Не торопитесь и пробуйте разные стили игры. Но давайте вступление не пропускать. Гамма. Уровень сложности. Ну, естественно, самый, самый-самый. У вас не будет права на ошибку. Все будет против вас. Вам обеспечено страдание. Возможно, это типа гейм-оуэр с одного удара. Не знаю. Но если так, то тогда поставим поменьше. Но пока что ставим максимальный уровень сложности. Окей. Graven. Это как Resident Evil. Ну, давай, игра, покажи. Покажи. Экшн. Даже немножко бласома, судя по шрифту, да? Ой, ой, лагает, лагает. И почему-то язык поменялся. Они служат другим, не создателем, не создателем. И их трансгрессии ставят весом на свете. Когда любовь meets страх, даже с удовольствием чувствует вера и правильный ангер, дающая власть к неизвестной силе. Среди, дающая власть к неизвестной силе. Пришла к светлому саду и не разговаривала о цене ее жизни, он закрепляет глаза еще раз. Поехали... ... для свободы. Ты должен получать свою свободу. Эпично. Так, лангуаги, лангуаги, о. Так, сложность, все. Лангуаги переключили. Хм, неужели Харон? Как будто бы... А, когда игру сворачиваешь, она не это... Не паузится, да? Только звук пропадает. Что-то лодка прям быстрая, да? Как, как, как... Временами единственный источник света на этом проклятом болоте, кроме своего факела, погребальные костры. Зачем предупреждать о том, что земля близко, если корабли и так обходят ее стороной? Болото уже поглотило маяк. Плыть сюда, чтобы повторить его судьбу? Кому это нужно? У трусов голод всегда просыпается, когда опасность уже миновала, а у отчаявшихся наоборот. Это ад какой-то, да? Я так понимаю. Грейвен. Если заразишься, лучше умереть побыстрее. Смерть, естественно. А то, что делает эта чума, нет. А Грейвен игра называется, видимо, потому что Грейв, типа могила. Умрешь здесь, станешь частью болота, сохранишься в торфе или сгниешь. Видимо, персонаж из могилы выбрался. Появлением чумы много чего пришло в упадок. Почему бы и нет? Время тут будто замерло. А, погодите, тут не 60 фпс, тут тормозит, оказывается. Нифига себе прикол. Грейвен. Тут, оказывается, тормоза есть. Нифига себе. Но ничего страшного, поправите сейчас. Слушайте, а вот это уже Dark Souls 1, судя по дизайну. Не забудь свой посох, священник. Без него тебе здесь не выжить. Тебе он нужен больше, чем мне. Так. Журнал обновлен. Так, он может бить так, может бить так. И пока все. И здоровья мало. Я думал, эти бочки лучше не бить. А ну. А, не звенит. Так, нифига он бегает. Ну как в думе прям. Супер быстро. Ничего не понятно. О! Что это? Броня? Нет, это здоровье такое. Ой. А, все нормально. Красная мана. Синяя мана. Ну-ка. Ура. Тихо. Ай. Тихо. Тихо. мы еще походим немножко и дальше уже пойдем ману пособираем тут тут а смотри на букву и открывать двери но неправда не открывается она откуда ты остерегайся сектантов ты священник больше похож на каторжника и все же пару дней назад ты бы пригодился нам в бою у нас тут небольшая проблема разберись с ней и мы пустим тебя в город у нас засорилась канализация там столько трупов зараженных что сточные воды уже не уходят от меча там толку мало тебе придется поджечь пару бочек с торфом по пути сюда у подножия лестнице тебе должна была попасться дверь у подножия лестницы а у подножия лестницы это видимо здесь вот тут так что тут пламя опаленный цветок пламени инструмент который позволяет докучать врагам уничтожать баррикады растапливать лед но маны мало а она накапливается смотри 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 она накапливается а то есть мы так увеличиваем максимум маны ты смотри она сейчас до 17 до накопится видимо нет они только до 10 смотри-ка ну ладно красная мана 20 и немножко денежек это нельзя взять я не могу взять это а вот это можно темно тут конечно слушайте напоминает первый dark souls место со скелетами вот это вот подземелье что-то как-то ну-ка а все смотри я ему щит я ему щит сломал правда он мне лицо сломал где я не понимаю что ну сложность понятно я вижу что сложность высокая бежит бежит смотри и обратно смотри заманивает заманивает да ё-моё возродится а я потерял золото нифига себе подожди это а это отравляет вот это чума ну-ка подожди так вертикалка смысле без ограничений вообще-то надо 60 поставить о все а я золото вернул походу все я щас походу снова проиграл лечебное зелье ё-моё не успел кошелёк обронил не забывайте улучшать свое оружие да понятно вот этот скелет маг конечно а подожди а все скелет все а нифига они руками у меня царапают где где кошелек кошелек забрал о все заметьте сложность это типа огромная но вот эти вот монстры которых ты уничтожаешь они потом не появляются как будто бы ну вот опять что-то там магии магии кидаются ну-ка я щас проверю вот это вот я ничё а он там типа да рычаг ой они это это моры из dbd очень похоже так пока сюда мы не пройдем бочкой разбирая разбивать я смотрю очень нужно потому что потому что вот там золото что там золото что там золото забыла с одного удара ой а зачем ману то трачу ой нифига не что-то они как-то долго от огня урон получают кто в меня маги кидается не пойму снизу что ли так подождите а морг разогнался а вот вот бочка так так ну нифига маны набрал да так сейчас надо аккуратно очень они заново появляются слышите да ну а там броня прям смотрю ой а ну тут вроде нет яда какого-то а вот тут явно яд так журнал посох регион смердящая клака ой и ой 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 тихо тут как скользко как будто лед у а там еще монстр нифига себе болотный глоток вот там бегаю смотрю я не могу залезть ну и на этом пока что все дорогие друзья всем спасибо за просмотр все нужны ссылочки в описании и всем пока